Инициаторы из Чедерлунги провели встречу больных с диабетом с профильными врачами и представителями фирм-производителей аппаратов, контролирующих уровень сахара глюкометрами. Александр Маринов, организатор семинара, говорит, что не понаслышке знает о проблемах людей, больных с сахарным диабетом. Во-первых, почему? Потому что я сам непосредственно являюсь больным с сахарным диабетом, к сожалению, конечно. Практически никто не следит за собой, то есть не выполняют все указания врачей. И поэтому таким образом пытаемся собрать людей, чтобы они немножко понимали, что с этим это не конец, с этим можно жить, но надо контролировать себя. Больные диабетом не отличаются визуально от обычных людей, утверждают специалисты и сами носители заболевания. Однако необходимо постоянно корректировать питание, консультироваться с врачом и вовремя проверять уровень сахара. У меня диабет первого типа в сложной форме, это когда высокие сахара, я инсулинозависимая. Если правильно выполнять все правила, которые даже сегодня обсуждались на семинаре, человек проживает столько же, сколько человек проживает без сахарного диабета. Почему я, в принципе, пришла сегодня на этот семинар, вот у меня ощущение, вот именно конкретно ноги, конечности ног, вот этой темы, но я, например, не могла подумать, что это у меня вот такое ощущение именно от сахарного диабета. Быстрая утомляемость, сухость во рту, повышенная жажда – это первые симптомы, которые указывают на возможное наличие сахарного диабета. Но сахарный диабет – это еще не приговор. Ни в коей мере. Значит, сахарный диабет, я еще раз говорю, даже некоторыми учеными предлагается, чтобы исключить из списка заболеваний, а чуть ли не отнести это к нормальному состоянию. Это, конечно, неверно, но только нужно, соответственно, правильно вести, правильный образ жизни вести. Очень важно, чтобы пациент с сахарным диабетом знал, во-первых, уровень своего сахара в крови, во-вторых, он должен знать уровень артериального давления и уровень основных липидных показателей. Это пока только первая встреча. В дальнейшем уже в рамках деятельности общественной организации будут проводиться консультации и учебные мероприятия для информирования и облегчения образа жизни больных. В завершении всем участникам семинара были бесплатно предоставлены современные глюкометры. По информации организаторов, только в Чадролунском районе насчитывается порядка 2000 человек больных диабетом. Спасибо большое.